Всем привет! Я обещала держать вас в курсе событий относительно развития этой аллоказии. В этом видео вы увидите, как она перезимовала в домашних условиях, без дополнительного освещения лампами. Выращиваю я ее из такого клубня, размером с картошку. К 8 марта она решила мне сделать сюрприз. Два дня назад открылся ее бутон, она цветет. Для того, чтобы поднять горшок, мне пришлось не поливать ее неделю, чтобы она стала полегче. За зиму ее листья, конечно же, обмельчали. Последний крупный летний лист пожелтел в феврале. Я его срезала и сделала аксессуар, подставку под цветы и свечи. Если вы любите творить своими руками, посмотрите отдельно это видео. Ссылку на него дам также в описании. Цветок аллоказии поближе. Он не ароматный. Запах у него такой растительно-резиновый. В принципе, цветок не представляет какой-то декоративности. Но все равно приятно. Я вижу второй бутон на подходе. Конечно же, цветение, оно задерживает рост листьев. И лучше было бы срезать эти цветоносы еще в зачатке. Но мне интересно наблюдать и показать вам такую красоту. Уход за этой аллоказией в зимний и весенний период заключается в редком поливе раз в 10 дней. В начале марта я начинаю подкармливать аллоказию два раза в месяц универсальным удобрением для комнатных растений. Регулярно протираю листья раствором дегтевого мыла. И раз в месяц опрыскиваю маслом ним против паутинного клещика. Зимует эта аллоказия строго у южного окна, где она получает максимум естественного света. Мне повезло и в самом начале роста у клубня проснулись спящие почки. Поэтому главный побег аллоказии оброс с тремя детками, которые я не собираюсь отделять. У аллоказии с возрастом образуется толстый ствол. Она растет вверх, поэтому не подходит для комнат с низкими потолками и небольшими окнами. Я еще не знаю, что буду делать, когда она упрется в потолок. В моей коллекции есть аллоказии и среднего, и мини размера с очень декоративной листвой. Но именно эта простая аллоказия оставляет незабываемое впечатление из-за своих размеров. Поэтому я, конечно, ее хвалю и советую. Единственный минус этого растения в том, что оно, как и все представители семейства, ароидное, ядовитое. Не следует размещать его в доступности маленьких детей и грызущих животных. Для взрослого человека она безопасна, если ее не употреблять вовнутрь и не натираться ее соком. Благодарю за ваше внимание. Подарите лайк прекрасной тропиканке Аллоказии, а мне подписку на канал. Буду рада вас увидеть вскоре на моем канале Коллекционер цветов. Всем удачи и процветания!